МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барнауле атакует дрон. В Барнауле провели учения по отражению беспилотников. Первый такой в крае. В Барнауле началось строительство храма в грузинском стиле. Алтайский край оказался в аутсайдерах по уровню зарплат педагогов. Рейтинг составила одна из известных онлайн-площадок по поиску работы. По ее данным, самые низкие зарплаты в Сибири в этом году предлагают учителям и преподавателям в Алтайском крае и Омской области всего порядка 30 тысяч рублей. Труд педагогов в Красноярском крае и Иркутской области оценивают немного больше, на уровне 39 тысяч. В Кембревской области – в 40 тысяч рублей. Ну а лидер в этом списке – Новосибирская область. Там средняя зарплата у педагога – 41 тысяча рублей. Удастся ли сдержать темпы инфляции в стране и в нашем регионе, в частности, вопрос, который сегодня волнует многих. На неделе эксперты Центробанка отметили, что уровень инфляции в крае достиг 9,9%. При том, что еще в июне он составлял лишь 9%. О причинах резкого разгона, а также о прогнозах на конец 2024 и 2025 год, по мнению специалистов Центробанка, расскажем в нашем сюжете. Ни для кого не секрет. Цены на продукты и товары, а также всевозможные услуги повышаются с безумной скоростью. С тысячей рублей в магазине затариться удастся хорошо, но если только на день. Летом в Алтайском крае инфляционные процессы ускорились значительно. Эксперты отмечают, что июльская инфляция существенно превысила июньскую. Разогналась с 9 почти до 10%. И объясняют причины такого скачка. Основные причины – это индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг с 1 июля, а также повышенный потребительский спрос на отдельные услуги. В связи с ростом популярности внутреннего туризма ускорился годовой темп роста цен на авиабилеты. Да и в целом, утверждают эксперты, экономика сейчас находится в перегретом состоянии. На рынке труда сохраняется дефицит кадров, чтобы их привлечь поднимают заработные платы. При этом потребительский спрос на отдельные товары и услуги остается высокий. Предприятия не успевают за спросом, поэтому вынуждены повышать цены на свою продукцию, а это по итогу выливается в ускорение инфляции. Центробанк в этом году уже не один раз повышал ключевую ставку, утверждая, что только так инфляционные процессы можно замедлить. Я могу сказать, что ключевая ставка останется на высоком уровне довольно продолжительное время. Это требуется для того, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. Если потребуется, не исключено еще повышение ключевой ставки в этом году. Это значит, что ставки по кредитам для населения тоже снова увеличатся и желание брать что-то в кредит у людей уменьшится. А это и ведет к снижению инфляции. По крайней мере, так говорят эксперты Центробанка. По их прогнозам, к концу 2024 года инфляция по России в целом должна упасть до 6,5-7%, а в 25-м в интервале от 4 до 4,5%. Как говорится, поживем, увидим. Татьяна Голубева, День с толком. Значительную часть дополнительных доходов в бюджет Барнаула направят на улучшение социальной и жилищной инфраструктуры города. Об этом сегодня стало известно на заседании Городской думы. Какие еще вопросы рассмотрели парламентарии краевой столицы? Смотрите далее. Первое заседание барнаульских парламентариев после летних каникул. И сразу к серьезным вопросам – корректировке городского бюджета. Точнее, дополнительным поступлением. Казна краевой столицы пополнилась более чем на 900 миллионов. За счет чего произошло увеличение? Ну, прежде всего, это аренда земли, продажа права аренды земли. Это поступление штрафов, это поступление, получение дохода акционерными обществами за 23-й год, и эти деньги поступили в казну города. И, конечно же, деньги, полученные нами от вышестоящих бюджетов. Дополнительные средства решено направить на строительство садика и школы в новых кварталах 2032 и 2033. Усиление антитеррористической защиты в образовательных учреждениях и обновление оборудования в учебных и спортивных заведениях. Также часть денег пойдет на горячее питание для детей из многодетных семей. Переселение граждан из аварийных домов и капитальный ремонт жилищного фонда. Часть суммы – 400 миллионов. Уменьшит дефицит бюджета. Такие поправки в законопроект о бюджете приняты единогласно. Другой вопрос повестки коснулся инициативного бюджетирования. При таком люди вправе самостоятельно выбрать объект, на который выделят средства из казны города. Законопроект об этом был доработан. И с сегодняшнего дня конкурсная процедура для граждан и комиссии станет более понятной. Четкое толкование границ территории, на котором реализуется проект. Потом мы будем давать толкование территории, на котором идет сбор граждан за этот проект. Кроме того, закрепляется необходимость предоставления эскиза, если, допустим, таблицы графические. Принят законопроект и о почетных наградах, вручение которых приурочат ко дню рождения краевой столицы. В этом году его отметят 31 августа. Известно, что двоих жителей удостоят звания «Почетный гражданин города Барнаула». И еще двоим вручат памятный знак за заслуги перед городом Барнаулом. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Курс ускоренной подготовки по уничтожению беспилотников и дронов «Камикадзе» провели в Барнауле для добровольцев, направляемых в зону СВО. Возможно ли обезвредить с одного выстрела беспилотное воздушное судно, знает моя коллега Мария Костылева. Она побывала на учениях Центра специальной подготовки и военно-патриотического воспитания. Сегодня на полигоне собрались 10 бойцов. Кто-то вернулся со спецоперации и сейчас в отпуске, кто-то уже на следующей неделе отправится в зону СВО. Сейчас у нас два бойца, которые конкретно собираются ехать на спецзадание. И у нас сейчас с ними первые занятия. В данный момент у нас очень много поражающих этих моментов наших бойцов. Просто даже не знаешь, как это назвать. Именно от этих всех БПЛА. Поэтому сейчас, как никогда, нам необходимо вспоминать старое, доброе. Самая эффектная борьба с беспилотниками – уничтожение. И здесь этому учат. Однако вместо БПЛА более маленькая и быстрая мишень. То есть, если он их будет попадать, то однозначно ни один дрон не уйдет. И, как правило, изучат все направления и как работают дроны. Они все атакуют, получается, не сверху вниз пикируя, а именно как на тебя летят. То есть у него перемещение минимальное. Один точный выстрел может поразить летящий беспилотник. Психологический фактор очень важен. Пугаться и паниковать нельзя. Защитить не только личный состав, но и военную технику от угроз летающих птичек должен уметь каждый боец. Детельные аппараты, как дрон, главное не высовываться сильно и быть скрытным. Это самое главное. И в любой момент сделать движение, упасть и спрятаться. А дальше работать. Благодаря таким ребятам, как представлены здесь на полигоне, к нам приезжают уже подготовленные бойцы. Сегодня бойцы практиковали свои навыки на трех площадках полигона. Сбитых дронов-разведчиков, которые летели с разных направлений, немало. Обычно ускоренный боевой курс подготовки проходит от одной до трех недель. Все зависит от навыков и желания стрелка. А подобные занятия теперь будут проводить регулярно. В Роспотребнадзоре Алтайского края рассказали, сколько случаев заражения ОРВИ было зафиксировано в последние дни. Можно ли уже говорить о приросте заболеваемости и что специалистов сегодня волнует больше, чем ОРВИ и коронавирус, расскажем в сюжете. Только по официальным данным, за прошлую неделю в Алтайском крае зарегистрировали 9761 случаи заболевания ОРВИ. Это на 8,5% больше, чем недели ранее. Данный рост заболеваемости ОРВИ в крае регистрируется преимущественно за счет взрослого населения и детей от нуля до двух лет. Так как выучено трудоспособное население, которое находится в трудовых коллективах, а высокая плотность и тесное общение в коллективах способствуют распространению инфекции. Так же, как и активный образ жизни населения и миграция в связи с отпусками. Среди деток от нуля до двух лет, это тоже логично, потому что в основном в домашнем очаге это родители, это сестры, это братья могут принести данную инфекцию. Продолжают в крае фиксировать и случаи заражения коронавирусом. Говорить о вспышке не приходится, но некоторые жители попадают с ковидом в стационар. В случае заболевания новой коронавирусной инфекции у нас регистрируется ежедневно и проводится обследование всех заболевших. И за предыдущую неделю, также с 12 по 18, у нас зарегистрировано 46 случаев новой коронавирусной инфекции. Куда больше, чем ОРВИ и коронавирус, врачей сегодня беспокоит грипп. Его время пока не пришло, но уже сейчас специалисты рекомендуют сделать прививку. В регион поступило 324 тысячи доз. Это только первая поставка. До декабря в регионе планируют привить 60% населения, то есть более 1 миллиона человек. На вакцину против гриппа можно записаться через госуслуги или в регистратуре поликлиники по месту жительства. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульские школьники и студенты уже со следующего года смогут обучаться в Индии. О планах в области международного молодежного обмена рассказал представитель делегации из Южноазиатской Республики. Она прибыла в наш край для участия в культурно-образовательной программе «Народы БРИКС выбирают жизнь». Подробнее о ее реализации, направлениях, а также визите иностранных гостей расскажет Данил Кузнецов. В составе международной делегации, что приехало в наш край, больше 10 человек. Двое – представители из Индии. Страны, которая с особым пиететом относится к личности и творчеству Рериха. И потому программа официального визита открывается у памятного знака великому мыслителю. Гости возлагают цветы, а после рассказывают об отношении жителей Индии к выдающемуся национальному художнику. В школьной программе Южноазиатской Республики отведено немало часов изучению жизни и творчества Рериха. Николай Рерих – не единственная личность из России, глубоко импонирующая народу Индии. Так, с известным общественным деятелем Махатме Ганди в переписке состоял Лев Толстой, который разделял миролюбивые взгляды индийского идеолога. В Алтайском госуниверситете протестное общение двух деятелей вспомнили и посвятили этому выставку. Мы надеемся, что благодаря этой выставке вы ощутите какое-то такое, может быть, такое благодушное, такое мирное настроение для себя. Главная цель визита делегациям Межгосударственного объединения БРИКС – сотрудничество с Алтайским краем по нескольким направлениям. Одно из них – сфера образования. Так было подписано соглашение о сотрудничестве между Барнаульским лицеем 121 и Международной школой Санкт-Мария. Это значит, что будет создан Международный центр Ганди и Толстого, где дети будут познавать миролюбивую идеологию их учений. Кроме того, планируют реализовать программу международного обмена учащимися. Предполагается, что первые барнаульские школьники поедут в Индию уже в марте. Международная школа в Фаридабаде будет сотрудничать с местным барнаульским лицеем. Мы отошлем студентов из Индии в Барнаул, а из Барнаула в Дели, в Индии. И сегодня в алтайских вузах у нас уже обучаются более 4000 иностранных студентов и 225 жителей Индии. И мы видим здесь в зале ребят, которые получают сегодня медицинское образование. Другой немаловажный аспект сотрудничества – торгово-экономические отношения. И Алтайский край, и Индия заинтересованы в поставках друг другу разной продукции. В нашем предприятии переработки могли бы здесь участвовать оборудование с точки зрения развития, например, фотосепараторы. Здесь имеют место быть продукция неорганической химии, продукция органической химии. Еще одно направление взаимодействия – разработка туристического маршрута для путешественников из Индии. Наши пейзажи, говорят иностранцы, завораживают своей красотой. У региона есть все основания стать международным туристическим центром в многостороннем пространстве БРИКС. Поскольку это уникальный, богатый экологически и природно регион. Визит иностранной делегации в нашем крае продлится два дня. Программа первого закончилась подписанием всех трех соглашений о сотрудничестве. Добавим, программа «Народы БРИКС выбирают жизнь» в эти дни проходит также в Московской, Тверской и Самарской областях. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле начались активные строительные работы на месте храма в грузинском стиле. Это будет первый подобный храм в Алтайском крае, символизирующий братство двух народов – России и Грузии. Так что картвеллы, именно так себя называют грузины, скоро смогут услышать в новом храме молитву на родном языке. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Крестом равнопосланная Нина, которая сложила виноградную лозу в форме креста. И с этим крестом пришла она проповедь на земли Святой Грузии. Небольшая передвижная часовня с частичкой Грузии. Уже два года каждую субботу здесь, на улице Советской армии 68, проходят службы. Именно здесь началось строительство храма в грузинском стиле. Отец Анатолий – идейный вдохновитель всей этой истории. Батюшка так вдохновился поездкой в Грузию, что даже начал учить грузинский язык и вести на нем службу. Запрос есть. В Алтайском крае проживает около тысячи грузин. И совсем скоро их и других православных объединит одно место. Сейчас здесь пока вырод котлован, но в будущем появится храм в грузинском стиле. Он будет двухуровневый. Нижний в честь Серафима Саровского, верхний в честь Гаврила Самтаврийского, как символ братства двух народов – России и Грузии. И это будет целый комплекс – здание воскресной школы с этнографическим музеем. Здесь же будут проводить мастер-классы по приготовлению русских и грузинских блюд. На объекте в начале августа начались активные строительные работы. Следующий этап – заливка фундамента. «Было действительно переживательно. Перед началом, когда должна была заехать техника пару ночей, действительно не спалось. Просыпаешься ночью, помолишься, думаешь, Господи, по-моему, благословишь, чтобы все, чтобы и погода была. Ну, слава Богу, все продвигается». Разработкой эскизного проекта занимался барнаульский архитектор Андрей Таджанов. Перед его командой стояла непростая задача – адаптировать здание под наши условия, при этом сохранив грузинский колорит. «Исторически грузинские храмы, они просто из других материалов, в другой местности и в других сейсмических условиях строились, поэтому там немножко другая типология. А здесь мы адаптировали все это к нашему региону». А над разработкой рабочего проекта трудилась мастерская Петра Анисифорова. В его портфолио немало храмов. Один из них – первый и пока единственный православный храм в Антарктиде. «Чтобы построить здание, нужно связать больше 40 профессий. Выглядеть будет торжественно. Самое главное, что район Осипенко, район Червемушек, я думаю, просто они в своем жизненном статусе получат возрушение». Инициативная группа надеется до зимы оселить сокольный этаж. Темпы строительства зависят от сбора средств. Храм строится на пожертвования. Пока собрано около 3 миллионов рублей, а всего необходимо порядка 80. Кто-то помогает строительными материалами. Один из парнаульских храмов пожертвовал 5 колоколов. Но очевидно, что очень нужна и финансовая помощь. И потом это где-то обязательно зачтется. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. 300 килограммов добра. Новую скульптуру мехутки, известного персонажа, олицетворяющего добро и помощь, торжественно открыли у подножия Нагорного парка в Барнауле. Фигуру обновил барнаульский скульптор совершенно бесплатно. Наша съемочная группа подробнее расскажет о добром символе, который стал настоящим украшением города. Итак, 3, 2, 1. У лестницы ВДНХ вблизи Нагорного парка новый арт-объект – символ добра мехутка. На этот раз не пластиковый и не плюшевый, а железный. Весом около 300 килограммов. В 2021 году мы установили здесь медведя из металлопластика. Это был временный объект. И сейчас, благодаря Михаилу, мы устанавливаем это на постоянной основе. Сделали табличку с QR-кодом. То есть люди, приезжие, гости, даже кто не знает, что это за проект, с помощью QR-кода могут прочитать. Новая фигура отлично вписалась в ландшафт Нагорного парка. Автор скульптуры – Михаил Половников. Он создал фигуру совершенно бесплатно. На всю работу у мастера ушло больше полугода. И что сами мне вложили, прежде всего? Ну, много труда вложил. Душу, можно сказать, вложил. Особенный вокал «Дети», «Маленькая мисс» – встреча с кумирами, артистами и музыкальными исполнителями. Добрые дела под маской плюшевого медведя уже давно известны за пределами Алтайского края. За шесть лет существования проекта сбылись мечты сотен особенных детей. Сегодня ребята вместе с организаторами и почетными гостями волонтерского проекта торжественно приветствуют новую железную скульптуру своего друга. Я вообще безумно рад присутствовать здесь сегодня. Это очень важно. Я думаю, что все, кто сегодня были здесь, запомнят это и будут гордиться тем, что в этот день они оказались здесь. На церемонию случайно заглянули и молодожены. Они шли на фотосессию в Нагорный парк и сделали несколько снимков с новой скульптурой. В финале мероприятия дети побежали обнимать любимого персонажа, который готов делать для них все возможное и даже больше. Давайте помашем лапами! Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. И на этом у меня все новости. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд о погоде. До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!